сто раз решал на любви своей сказать ей твердо все как на духу но всякий раз едва встречался с ней краснел и нес сплошную чепуху хотел сказать решительное слово но как на грех мучительно мучал не весь зачем цитировал толстого или вдруг просто каменно молчал в конец растратив мужество свое шагал домой подавлен и потерян только с фотографией и он был красноречив и откровенен перед простым любительским портретом он смелым был он был самим собой он поверял ей думы и секреты тем что не смел открыть перед живой спортивной белой блузке возле сетки прядь придержав рукой от ветерка она стояла с тонисной ракеткой и улыбаясь чурилась слегка он смотрел не в силах оторваться шепчая кучу самых нежных слов потом вздыхал тебе мы все смеяться а этот пропадает через любовь нам было повсюду как на грех глаза и смех надменный и пьянящий он и во сне все слышал этот смех и клял себе за трусость даже спящий но час настал высокий гордый час когда решил он что скорее умрет чем будет тряпкой и на этот раз без ясного ответа не уйдет среди городского шумного движения он шел вперед походку и бойца чтобы победить или проиграть сражение но ни за что не дрогнуть до конца однако то ли в чем-то просчитался то ли споткнулся где-то на ходу и вновь краснел и снова заикался и снова не сплошную ерунду ну вот и все он вышел на бульвар достал портрет любимой машинальной сел на скамейку и сказал печально вот и погиб решительный удар тебе небось смешно что я рабею скажи моя красивая звезда меня ты любишь будешь ли моей да или нет и вдруг услышал что это бред или сердце виноваты и просто клён прошелестел листвой он обернулся в пламени заката она стояла за его спиной он мог поклясться что такой прекрасный еще я не видел никогда да мой мучитель да молчун несчастный да жалкий трус да мой любимый